Однажды в далёкой-далёкой стране Стояла необычайно жаркая погода Цветы, посаженные жителями деревни, вяли из-за жары Животные быстрее уставали А королевские стражники насквозь потели в своей одежде Сегодня жарче, чем вчера Мы зажаримся в этих одеждах Ни король и его стражники, ни жители деревни не могли понять В чём причина того, что становилось жарче день ото дня Молодая девушка по имени Мария очень расстроилась Когда увидела гибнущий урожай Если будет так продолжаться, все мои овощи высохнут Эта жара должна немедленно прекратиться Мария отправилась к королю И пожаловалась на жару и на то, что в полях высыхал урожай Король поручил одному из своих рыцарей выяснить причину жары С большой отвагой рыцарь направился к склону горы Наконец он увидел дракона В седьмой пещере горы с семью пещерами Дракон непрерывно извергал пламя из своей пасти Ни на минуту не закрывая её Когда рыцарь понял, что жара идёт от этого дракона Он побежал прямо на дракона с мечом в руке, чтобы остановить его Как только дракон увидел его, он дыхнул на него так, что отбросил его до самой деревни И продолжил извергать пламя из своей пасти над деревней В почерневших от огня доспехах рыцарь шёл мимо жителей деревни Мария и другие жители деревни были очень расстроены В то время рыцарь отправился к королю и рассказал ему обо всём, что случилось Мой король, злобный дракон постоянно плюётся огнём над нашей деревней Поэтому температура поднимается Дракон? Да! Посмотрите, что его огонь сделал своими доспехами Король не мог поверить своим ушам Несколько дней он не выходил из своей комнаты И думал о том, как одолеть дракона Затем он позвал своего глашатая и дал ему задание Глашатай собрал жителей деревни и объявил волю короля Температура в нашей деревне поднимается из-за дракона Живущего в седьмой пещере на горе с семью пещерами Этот дракон очень силён и постоянно плюётся огнём Наш король объявил, что он заплатит сто золотых тому, кто сможет одолеть дракона Услышав то, что сказал глашатай, жители деревни пришли в ужас Каждый из них отступил, и они стали возвращаться в свои дома Однако в этот момент Мария сделала шаг вперёд, исполненная храбрости Я! Я могу поймать дракона! Что? Ты всего лишь девчонка, копающая поле! Нам нужны сильные и умелые воины-мужчины! Среди вас что, нет таких? Ты не можешь этого сделать, Мария! Мария! Нет! Охота на драконов – это не для тебя! Кругом стояла тишина Несмотря на награду короля, никто, кроме Марии, не сделал шаг вперёд Я трудолюбивая девушка! У меня есть животные и поле! Я готова сделать всё, что могу! Иначе мои и усилия всех остальных жителей деревни пойдут прахом! Ни глашатой, ни жители деревни не обратили внимания на слова Марии На следующий день Мария, взяв свой лук и стрелы, отправилась в путь В этот день было так жарко, как никогда прежде Кроме того, взбираться на гору с семью пещерами было нелегко Мария в пути Мария постоянно потела и пила воду Ох, я так устала! Но я должна двигаться вперёд! Давай, Мария, только две пещеры до цели! У тебя получится! Немного погодя, вскоре Мария добралась до шестой пещеры Горы с семью пещерами Она увидела, что все фиолетовые цветы, которые росли только там, завяли Даже эти редкие фиолетовые цветы, все завяли О, я непременно поймаю этого дракона! Мария с трудом карабкалась, чтобы добраться до седьмой пещеры горы Там было так жарко, что Мария почти растаяла Наконец, появился огнедышащий дракон Ну вот и ты, дракон! Я не боюсь тебя! Мария попыталась приблизиться к дракону на несколько шагов, прячась за камнями Но дракон не остановился Он продолжал извергать пламя Мария была едва жива Но всё же не остановилась Она немного приблизилась к своей цели В этот момент она услышала странный звук, исходящий от дракона Этот дракон, он что, плачет или... Когда Мария подошла к дракону сзади, она увидела, что он запутался в тернистом плюще О, нет! Это так страшно! Поэтому ты кричишь и извергаешь огонь! Бедный дракон! Она освободила его от тернистого плюща Хотя это было сложно А? Ау! Даже из-за одного шипа мне так больно руке! Ай! Оу! Должно быть дракону очень больно! В это время дракон внезапно повернулся к Марии Он посмотрел на неё сердитым взором И уже собирался разразиться огнём, когда она показала тернистый плющ Когда дракон понял, что он освободился от шипов Он очень обрадовался И поблагодарил Марию Затем он посадил её к себе на спину и полетел по небу Жители деревни были очень счастливы, когда почувствовали, что температура стала прежней Когда они посмотрели в небо, они увидели Марию, которая храбро летела на спине дракона Это Мария! Смотрите! Оу, Мария! Замечательно! Она такая храбрая! Вау! Ух ты! Она невероятная! Замечательно! Мария! Ей и вправду удалось! На следующий день Мария предстала пред королём и рассказала о том, как спасла дракона За проявленную храбрость и милосердие она стала единственной девушкой в королевстве, которую посвятили в рыцаре С того дня легенда о драконе и храбром рыцаре Марии долгие века рассказывали детям, которые работали в поле так же, как она Субтитры создавал DimaTorzok